Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с четырех до пяти. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. 7.30 мая года 1023-го. Вторник. На этой неделе у нас тоже короткая получается. Вторник, среда, четверг. Сегодня у нас в гостях будет специальный выпуск. Израильский политик. Председатель форума «Израиль-2030». Архитектор майор Сахал Михаил Акбовиков. Мы поговорим, естественно, про израильские реалии и о будущем. Немножко постараемся в него заглянуть, как это все должно выглядеть в ближайшее время. Напоминаю, друзья, что если вы хотите вступать в коммуникацию, для тех, кто в прямом эфире смотрит или слушает 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира. Все же, кто смотрит на YouTube, подписывайтесь при этом на канал. Это, естественно, запись. Здесь программы выкладываются на следующий день, но там можно легко комментировать и вступать в дискуссию, обсуждать все, какие вещи я сразу вижу. Это очень удобно, кстати, для обратной связи. Мне кажется, YouTube наиболее приемлемый формат для подобных вещей. Вот такие, друзья. Ну, естественно, друзья, пишите 347-460-0877, если в прямом эфире слышите, задавайте ваши вопросы, тоже постараемся их адресовать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Я рад приветствовать в нашем эфире Михаила Убовикова. Миш, приветствую. Приветствую. Добрый день всем. Отлично слышно и отлично видно. Это очень хорошо. Большая радость, на самом деле. Прекрасно. Соединиться, да. Мы давно не были вместе в эфире. За это время многие события произошли. Натани Ягу опять премьер-министр, что очень хорошо, и нас всех это очень радует. Скажи, пожалуйста, вот последнее вот это все, то, что происходило до операции в ГАЗе последней. Говорили разные эксперты, говорили люди о том, что настолько он стал слабым, Натани Ягу, что ему приходится идти на поводу разных, часто иногда запредельных требований партнеров по коалиции. После... Давай представим себе, что частично это правда. Мы же видим, какие суммы в итоге КНЕС во время торговли о бюджете выделялся на разные вещи, которые, естественно, вызывают у оппозиции определенное сопротивление и критику. Но скажи, вот после спецоперации ситуация поменялась, если верить вот такому Натани Ягу? Про Натани Ягу рассказывают много всяких разных сказок. Это человек, который мешает очень многим. Человек, который умеет проводить свою политику, умеет добиваться того, что он хочет. И поэтому, естественно, про него рассказывают сказки, что он слабый политик, и его... или каждый может обвести вокруг пальца, и его... из него вымогают все, кому что угодно. Это все сказки, это все бред, это все вранье. Ну, давай называть вещи своими именами. Сейчас происходит колоссальная кампания дезинформации относительно всего того, что происходит в Израиле, которая работает и на самих израильтян, и, естественно, на внешний мир. Потому что люди, которые не живут в Израиле, плохо следят за тем, что здесь происходит. Им легче всего рассказать любую сказку, рассказать очередной бред про установление в Израиле диктатуры, про нарушение прав человека и прочую всякую херню, которую любят рассказывать про нынешнюю ситуацию в Израиле. Я тебе объясню то, что происходит, и давай расставим точки над «и», наконец-то. Это не огласного власти, потому что это человек, который уже долгие годы работает над тем, чтобы создать прочную кольцо, и которое будет заботиться о том, чтобы Израиль оставался сильной и независимой страной, национальным государством еврейского народа. Почему я говорю про национальное государство еврейского народа? Потому что именно в этой конфигурации, именно в этой ипостаси Израиль мешает очень многим. И поэтому старается убрать и не Таньягу, и весь правый национальный лагерь от власти с тем, чтобы превратить обратно евреев из народа, которые имеют свою независимую страну, в рассеянных по всему миру жалких преследуемых людей, которыми очень удобно управлять. И это идет не война против... Это не война против правого лагеря, это война против самого сионистского проекта, именно создания независимого еврейского государства на территории Рецисраиль, на территории страны Израиль. Кто ведет эту войну с нами? Кто ведет эту войну с нами? Ну, слушай, это... Давай зададимся простым вопросом. Кто вкладывает в это дело деньги и кому это выгодно? Простой вопрос. И сейчас как раз недавно была такая вот лакосовая бумажка всей этой истории, когда в начале этой недели, буквально позавчера, израильское правительство должно было утвердить, Коминет министров по вопросам законодательства должен был утвердить для дальнейшего продвижения закон об ограничении финансовых средств, которые иностранные правительства могут вливать в израильские неправительственные организации. Понятно. А разве нет такого закона? Он же уже есть в Израиле, по-моему. Нет, к сожалению, его нету. К сожалению, его никак не удается провести. И позавчера этот закон снова был отложен и отправлен на доработку. Там действительно нужно много доработать. Я критиковал правительство за это решение его отложить, но раз уж отложили, хорошо, давайте подправим его на доработку. И сделаем так, чтобы он был еще более эффективным, потому что сегодня у нас сложилась совершенно чудовищная ситуация, когда иностранные государства, в первую очередь, это государство Европы, это и Евросоюз как организация, и отдельные товарищи, такие как правительство, в первую очередь, Германии, правительство Ангелии, правительство разных скандинавских стран, вкладывают напрямую сотни миллионов долларов и сотни миллионов евро в израильские организации, которые все как на подбор, либо радикального толка, которые занимаются клеветой на Израиль, которые занимаются поддержкой так называемых палестинцев, де-факто палестинского террора против израильтян, и занимаются поддержкой ПТС и так далее. То есть это не организации, которые имеют какую-то нашу общую образовательную, культурную и так далее, это откровенные политические, антиизраильские организации, которые занимаются кампанингом против Израиля. Стоп, стоп, одну секунду. Их поддерживают финансово. Одну секунду. Согласен, это слышно. Но в том числе эти структуры финансируют организации, которые, например, занимаются мониторингом того, как действует САГАЛ, например. И иногда им удается снять кадры и показать их, и принести их в суд, который показывает, что иногда, как любая армия, любая армия иногда совершает на театре военных действий некоторые действия, которые противоречат определенным принципам. И ты считаешь, что это тоже нельзя разрешать им делать? Им не удалось никогда доказать, что ЦАГА совершил какие-либо неправомерные действия. И то, что они, да, делают, они изображают якобы то, что они следят за действиями ЦАГАЛа. Кстати, у нас есть достаточно органов, которые следят за деятельностью ЦАГАЛа, в том числе в самой армии. У нас есть очень хорошо действующая военная прокуратура, которая умеет вытащить кишки и жизнь из любого солдата, из любого офицера и задать ему вопрос, почему он сделал что-то так или иначе. И поэтому нам не нужна еще одна внешняя политизированная организация, которая занимается тем, что она распространяет откровенное вранье про нашу армию. Если бы они доставали какие-то достоверные сведения и обсуждали их, во-первых, в первую очередь в израильском обществе, в первую очередь в самой армии, я бы еще понял, что их беспокоит то, что наша армия ведет себя таким или иным образом. Но когда вся их функция заключается в том, что они снимают хорошо срежиссированные провокации против наших солдат, потом их вырезают, делают удобную для них нарезку, которая не имеет никакого отношения к реальности и бегут с этим сразу за границу и сливают это иностранным СМИ, снимают это, показывают это в парламентах европейских узаций и говорят, посмотрите, какой царль ужасный, какие мерзкие эти сионистские солдаты. И, как говорил Василий Аксенов, как и израильская военщина издевается над арабской деревенщиной. Показывают это по всему миру, а мир это внимательно слушает, мир это просто сжатывает и хочет услышать, убедить, наконец, как работают эти самые настоящие сионисты. Понимаешь, это обычная клевета, обычный поклёб, обычная фальсификация, которая ставит своей одной целью, это очернение ЦАЛЯ и подведение нас под международную критику. Всё, больше там другого ничего нет. Хорошо, согласен здесь. Давай пойдём дальше, потому что это... У меня вопрос как бы изначально был, усилились ли позиции Биби сегодня на Израильской улице вообще, вот сейчас? После операции. После операции. Понятно, что люди поддержали эту операцию, потому что операция была очень эффективная и очень успешная. И она установила, давай объясню, что в ней было нового и что в ней было успешного. После очень долгих лет, когда мы реагировали, скажем так, на провокации Хамаса, исламского джихада и дальше по списку всех остальных, давай объясним, кто это. Это дочерние компании Ирана, корпуса стражей исламской революции, которые им координируются, которые им финансируются, вооружаются и тренируются и выступают как длинная рука Тегерана прямо у нас под боком. И поэтому, когда раньше они нас провоцировали, мы на них слабо и вяло отвечали. Сейчас мы сделали две вещи. И сделал это именно не Таньяку. Два года назад, когда была операция «Защитная стена» в Газе, были разбомблены и выведены из строя, я не могу тебе говорить сколько, но большая или значительная часть инфраструктуры террора Хамаса. Мы знаем, что Хамас — это основная террористическая организация, которая контролирует ситуацию в Газе, и по ним был нанесен удар, после того, как они попытались как-то отреагировать и устроить очередную провокацию вокруг Иерусалима, как они это любят. Они получили так по мозгам, что до сих пор они сидят тихо и не высовываются уже два года. После этого была попытка исламского джихада тоже пристроиться, так сказать, немножко поиграть на этом поле. Они получили это от прошлого правительства. Очень неуверенно и очень, так вот, знаешь, их армия попыталась что-то сделать, армии связали обе руки за спиной, и армия только там провела короткую такую молниеносную операцию, которая, кстати, тоже вызвала массу критики, потому что перед самой операцией несколько дней весь юг Израиля был парализован, людей загнали в бомбоубежи, и только потом армия сумела что-то быстро сделать, и тут же ей велели убраться обратно. Хотя прошлое правительство этим очень долго гордилось и говорило, как мы победили исламский джихад, потому что удар был направлен именно против исламского джихада. Теперь то, что произошло сейчас. Мы следим за тем, что происходит вокруг нас, как Иран пытается эскалировать ситуацию, как Иран пытается втянуть нас в военный конфликт на нескольких фронтах. Это стратегия Ирана, они пытаются давно это сделать. Для этого они выстроили всю эту цепь террористической организации вокруг Израиля. Это Газа, это Южный Ливан, это Южная Сирия, это то, что происходит на Аравийском полуострове. Они окружают нас своими, типа, субсидерами, своими дочерними компаниями и пытаются втянуть нас в войну на нескольких фронтах. Не знаю, что для нас это тяжело, и поэтому эта реакция, то, что сейчас произошло в Газе, нужно рассматривать именно в этой перспективе, когда одним молниеносным ударом была уничтожена вся верхушка исламского джихада. Это наиболее радикальная исламская фанатичная группировка. И затем мне закончили эту операцию, как то, что сделало правительство Лапида в прошлом году, когда они щелкнули кого-то по носу и быстренько всё это дело закрыли, эта охота на главарей исламского джихада, на их инфраструктуру, на их склады оружия, на их пусковые установки ракет и так далее, продолжалась несколько дней, и это всё методично вычищалось. И с ними было сделано примерно то же самое, что сделали за два года до того с Хамасом. Им объяснили, во-первых, убрали большую часть верхушки исламского джихада и заодно ещё несколько десятков боевиков, и объяснили им, что если они попытаются что-то делать, если они попытаются хоть как-то устроить какую-то провокацию, это был им пример, так сказать, того, что с ними могут сделать уже in full scale. Ну вот сегодня, Миш, извини, что я тебя перебиваю, но вот сегодня мы увидели, что был теракт опять в Самаре и есть погибший отец двоих детей, 32 года человеку. Кто за этим терактом стоит? Сейчас ищут, по-моему, его не нашли до сих пор, правильно? За ним ещё охота идёт. За террористом. Но... Те, кто этот сделал, каждый из них знает, что его найдут и его ликвидируют, как это происходит каждый раз. Но наша цель не находить террориста после теракта, а убирать их до. Понятно. И наша армия занимается этим каждый день. Всё понятно. Миш. И каждый день нам сообщают о том, что в эту ночь было проведено несколько рейдов и арестовано 3, 5, 7, 10, 20 террористов. Всё понятно. Это всё понятно. Это зачистку постоянно. Да. Теперь. То есть, несмотря на то, что мы ликвидируем группу лидеров какой-то структуры, достаточно серьёзной, Иславский джихад уже давным-давно стал наиболее активен, чем Хамас, потому что Иславский джихад не отвечает за 2 миллиона людей под его властью. И он может себе позволить делать разные вещи в отличие от Хамаса. Но мы видим, что то, что мы думали, что эффект сдерживания будет работать, на самом деле он не будет работать всё равно. Потому что они всё равно будут добиваться выполнения своих задач, которые перед ними стоят. Если они не производят альтерактов, которые они делают, если они этого не будут делать, то их существование никак не оправдано. Они в глазах тех, кто в арабском обществе иудеи и самарии желает сопротивления. Да, они это называют сопротивление. И также от их спонсоров, которые платят деньги тоже. Поэтому для одной же ликвидации командиров всё равно. И командиров вообще командного звена и тех, кто снимет чуть на ниже уровнем, этот вопрос не решается. Проблема же не имеет военного решения тотально. Она может оттягиваться, откладываться военными способами, но она всё равно должна решаться в политической плоскости. Теперь следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты видишь, вот как ты сам видишь, решение арабской проблемы иудеи и самарии в плоскости политической? Я вижу это абсолютно однозначно. Я говорил об этом много раз, я буду об этом говорить до тех пор, пока это не будет реализовано. И именно это продвигает, именно это решение продвигает форум движения Израиль 2030, который я возглавляю. Мы говорим, что решение возможно только в одном единственном варианте, когда Израиль распространяет свой суверенитет на территорию иудеи и самарии. Аннексия, хорошо. Следующий момент, скажи, пожалуйста. Не аннексия, не аннексия, давай будем говорить корректно. Аннексия это распространение суверенитета на чужую территорию, отобранную в результате того или иного конфликта. Иудеи и самарии не являются оккупированной территорией согласно государственного права. Согласен. Это спорная территория, но спорная. Я говорю о... Я говорю даже... Я говорю даже... Давай я тоже... Люди не знают. Люди замылили уши уже этой оккупации, этой аннексии и всей этой терминологии. Давай наведем порядок. Даже когда я говорю о распространении суверенитета, я тоже... Это не совсем корректное высказывание. Нам не нужно распространять суверенитет, потому что нам этот суверенитет полагается по международному праву уже больше ста лет. Потому что когда было принято решение конференции в Сан-Ремо в 2020 году, когда был принят Лигой наций британский мандат на управление не Палестина, на управление эрой Цесраэль, для создания там еврейского государства, были определены границы этого еврейского государства и была определена международная правовая база для создания там этого еврейского государства. Поэтому когда мы говорим о том, что мы должны распространить наш суверенитет, мы говорим о реализации нашего законного международного права на суверенитет на этой территории. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Но потом была ноябрьская резолюция 47-го года о разделении Палестины, партишенов Палестайн, и там арабскому государству тоже давалось место по резолюции. Правильно? Она же имеет тоже правовую силу, эта резолюция. Нет. Как это? Почему нет? Нет, то есть дело, что резолюции генеральной ассамблеи не имеют никакой правовой силы. Но мы-то ее признали, значит, мы тем самым дали... Они могут порекомендовать то или иное решение. Правовую силу имеют те документы, которые были приняты, которые являются международными документами. И это тот самый... Я уверен, что это юридическое, это не такой простой вопрос. Юридически это не так однозначно. Юридически это очень простой вопрос. Право на самоопределение и на суверенитет на территории Палестины, на территории Эра Цесраэль имеет только еврейский народ. Ну, это не так выглядит в международных документах. Это, я говорю, это спорно. Давай уйдем от спорного вопроса. Адвокаты не согласятся с этим. Потому что ты сейчас говоришь, я тебе покажу много адвокатов, которые с этим не согласятся. Я буду внести очень много адвокатов, которые говорят правду, которые не политизированы, которые не пытаются продвигать разные варианты, которые нам пытаются навязать. Неважно. Хорошо. И саморея не являются оккупированными территориями. Не оккупированы, но являются спорными территориями. Все равно спорными территориями. Они являются спорными территориями, но право на суверенитет них имеем мы. Мы можем договориться с другими, можем не договориться. Согласен. Но право имеем мы. Арабы в 1947 году утвергли эту самую революцию. Они отказались от нее и совершили акт агрессии против Израиля. Так точно. Когда государство Израиля было создано, его атаковали пять арабских государств. Некоторые из них до сих пор находятся с нами в состоянии войны. Так точно. Поэтому, согласно всем международным правам... Мы можем аннексировать. Но все равно это будет какой-то факт аннексии. Миш, все равно это какое-то действие. Я его называю аннексией не потому, что эта территория нами типа оккупирована, а потому что... Это не аннексия, я буду с тобой спорить. Я буду с тобой спорить, это не аннексия, это распространение субъекта по нашему полному праву. Хорошо, хорошо. Окей. Хорошо, я просто не считаю, что аннексия это против права. Иногда аннексия это тоже по праву. Сейчас мы не в этом спорим. То есть все равно решение распространения суверенитета на Иудею Самарию полного израильского. Что делать с арабами-резидентами на этой территории? Два минуты, человек. Арабы-резиденты не должны получать израильское гражданство. Точно так же, как сейчас они находятся в Газе по условиям соглашений ВОСЛО, которые определяют их как автономию. И если мы говорим об окончательном решении этой проблемы, если хочешь, чтобы мы пришли к какому-то выводу, когда на Ближнем Востоке установится мир, то окончательное решение, которое наконец-то положит конец этому конфликту и наведет в этом порядок, оно должно быть… Уже есть такой претендент, который, допустим, мы должны изучить, как можно его применить на нашем случае. Решение, которое было реализовано между Турцией и Грецией по окончанию Первой мировой войны, за что, кстати, была вручена Нобелевская премия тем, кто это реализовывал, Нобелевская премия мира — это разделение двух народов. Потому что сейчас у нас есть ситуация, когда изначально на территории эры Цестраэль создавалось еврейское государство, но в итоге мы пришли к тому, что на той территории, которая подозначалась для еврейского государства, уже создано три арабских образования, одно из которых полное арабское государство и два полугосударства, и плюс арабы имеют полное гражданское право внутри Израиля. Тем временем нас постоянно выжимают отовсюду и оставляют нам всесужащуюся, уменьшающуюся территорию. Поэтому, если мы хотим решить эту проблему, мы должны взять ту самую территорию, которая изначально предназначалась для еврейского государства. Мы готовы обсудить вариант того, что часть этой территории отойдет арабам, и они смогут там реализовать свое право на определение, если они так этого хотят, хотя они этого не хотят. В рамках автономии или в рамках государства, Миш? В рамках государства. У нас есть Иордания, которая является палестинским государством. Иордания занимает 77% той самой территории, которая предназначалась изначально для еврейского государства. По декларации Бальфорта говоришь, да? 82% населения Иордании это палестинцы. Это так. То есть, согласно всем правилам, Иордания является палестинским государством. Они могут прекрасно в ней найти, реализовать свое право на самоопределение и оставить нас в покое. У нас, у еврейского народа, есть одно государство, один маленький клочок земли, и уже хватит пытаться его отжать у нас. Это правильно все, Миш. Я в церковь вопрос, просто это не такой, очень это идеальная картинка, которую ты сейчас нарисовал. К сожалению, ты помнишь, что произошло, когда Смотрич нарисовал, в Лондоне, по-моему, выступал и показал там Иордания, как палестинское государство. Он там, какой скандал раздился из всего этого. Есть же Шкашемидское королевство, мы же не можем его игнорировать. Правильно, оно же существует. Оно американский партнер, он член организации объединенных наций. Оно имеет армию, оно как бы независимое типа государство, вот, в Аравийском блоке находится. Не так все однозначно. Ладно, хорошо, идея понятна. Я, в принципе, тоже выступаю непосредственно на тех же самых позициях нахожусь. Но есть вещи, которые мы хотим, и есть вещи, которые возможны. Я, как бы, оперирую тем, что, ну, как я себе примерил, реальные сегодняшние возможности. И я вижу, как бы, миллионы арабов, проживающих в Иудее и Самарии тоже, я понимаю, что они есть, они никуда не денутся оттуда. И я вижу, что Израиль уже сегодня не является мононациональным государством, потому что минимум 2 миллиона арабов с израильскими паспортами присутствуют на его территории. И есть еще 450 тысяч резидентов Восточного Иерусалима, у которых есть вид на жительство израильский, но нет гражданства. И я немножко по-другому на это смотрю, но это не играет роли. Это в числе этих самых, в числе этих самых двух миллионов, которых, на самом деле, гораздо меньше. И никуда они не деваются. Это тоже спорный вопрос, потому что сегодня только из одной газы каждый год уезжает около 100 тысяч арабов. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть 2. С вами Кирилл Задов. У нас в гостях израильский политик, председатель форума Израиль 2030-го года, 2030, майор Цагава, Михаил Абовиков. Миш, приветствую еще раз. По-моему, со связью все нормально. Приветствую еще раз. Ой, отлично. Теперь мы поговорим в следующий раз дальше. Мы разовьем эту дискуссию распространения суверенитета. Это очень интересная тема. И я, как ты знаешь, сам апологет именно того же самого на самом деле. Меня больше волнует сейчас судебная реформа, потому как было объявлено, что сегодня тот самый судьбоносный день, когда переговоры по судебной реформе опять должны начаться между коалицией и оппозицией. Каковы твои мысли по этому поводу? Каковы шансы на успех? Удастся ли договориться или придется все равно действовать односторонним порядком коалиции? Ну, во-первых, что значит в одностороннем порядке? Давай тоже договоримся о терминах. Ну, коалиционным как бы голосованием. У нас прошли выборы, у нас демократически избранное правительство, которое представляет абсолютное большинство всех израильтян и уж подавляющее большинство еврейского народа, которое заявляло о том, что необходимо делать эту самую судебную реформу, об этом говорили все, это было известно давно, это обсуждалось. Правительство, коалиция победила, пришла к вас и реализует ту политику, о которой она говорила. Поэтому говорить, что это в одностороннем порядке, это искажает принцип демократии. Я имел в виду в одностороннем порядке, в смысле только коалиции, я это имел в виду, я сразу объяснил, что я имею в виду. Не цепляемся к этому. Да, что, как мы это будем делать. Ну, потому что нам пытаются, нам пытаются навязать, что якобы нам устроили все эти массовые беспорядки, демонстрации, и пытаются нам навязать то, что вообще-то не работает в демократии, когда меньшинство пытается навязать большинству свою волю и свои желания. Поэтому я считаю, что эта реформа должна быть доведена до конца, в том или ином виде. И на мой взгляд, даже тот первоначальный вариант, который выдвигался министром юстиции Яривом Левином и представителем комиссии по законодательству Сим Хайротманом, он был слишком мягким, он был слишком нежным, он был очень, так сказать, это были только начали реформы, которые нам нужно делать. И поэтому я считаю, что если оппозиция не воспользуется той уникальной возможностью, которую им предложили, им предложили провести конструктивный диалог, который они отвергали на заседание комиссии по законодательству, им предложили это обсудить много раз в разных форматах, они это отвергали, когда, наконец, вмешался президент государства, превысив все свои полномочия практически, тем не менее, пошел на этот беспрецедентный шаг и влез в политическую игру внутри Израиля, чего обычно израильские президенты не делают и не имеют на это никаких полномочий, он призвал во имя единства нации, во имя прекращения всех этих беспределов, этих беспорядков, которые сопровождались, опять же, тоже совершенно беспрецедентными призывами к насилию против правительства, против членов правительства, против депутатов КНС, это наша полиция и другие службы никак на это почему-то не реагировали. Почему? Почему? Почему, Миша, не реагировали? Почему не было подавленным мятежи? Это был мятеж, почему он не был подавлен? Сразу. Потому что он выявил другую проблему, которая у нас существует, потому что когда у нас, с одной стороны, рассказывают про ужасную диктатуру, которую право и собираются остановить, при этом у нас выясняется, что верхушка армии, верхушка полиции, верхушка судебной системы, та же самая прокуратура, полностью политизированы, полностью стоят, занимают определенную конкретную левую политическую позицию и де-факто отказываются выполнять указания тех, кто должен им давать, то есть правительство. То есть у нас происходит саботаж, у нас происходит мятеж внутри армии, внутри полиции, внутри бюрократической системы, которые люди, которые должны согласно демократическим нормам выполнять указания правительства, отказываются их выполнять. И мы-то видели, как происходит нарушение закона, как просто та же самая полиция, которая должна защищать граждан от бухтовщиков, от тех, кто перекрывает дороги, от тех, кто устраивает беспорядки, или даже принимать меры против тех, кто призывает к насильственным действиям, к бунту, к физическим атакам против депутатов, против министров, против главы правительства, просто призывает их физически ликвидировать, никто против них не предпринимает никаких мер. То есть мы говорим о том, что именно эта группа генералов и других высокопоставленных чиновников судебно-следственной системы отказалась выполнять то, что они должны делать по праву. Мы еще будем с этим разбираться. Мы еще будем с этим разбираться, мы еще зададим им эти неприятные вопросы и укажем им на конкретные последствия, которые их действия вызывают. Но сейчас правительство пошло на беспрецедентный шаг. Мы сказали, хорошо, давайте вы считаете, что у нас есть какие-то проблемы, у вас есть какие-то возражения, давайте, несмотря на то, что мы имеем полное право на реализацию этой реформы, давайте мы договоримся, хорошо, давайте будем спасать то самое единство общества, о котором вы так говорите, давайте проведем этот диалог. Пока что то, что мы видим, что никакого диалога нет, что оппозиция отказывается вести какие-либо конструктивные переговоры, они очень хорошо усвоили тактику палестинцев. Когда израиль предлагает пойти на какие-либо уступки, палестинцы говорят, нет, а вы знаете, на самом деле, давайте мы еще обсудим еще и вот это, и вот это, и вот это, но только после того, как вы признаете свою вину вот за предыдущие преступления. То есть каждый раз они уходят от ответа, каждый раз они увиливают от того, чтобы провести диалог и договориться о чем-то. То есть сейчас, скорее всего, поскольку мы уже видим, что, знаешь, как в том аналоге, тенденция однако, мы видим, что у них нет никакого желания, никакого намерения договориться о чем-то. Я и многие другие представители Ильикуда и право до самого лагеря мы уже давно призываем и Арива Левина, и Симфо, и все правительство провести эту реформу в таком виде, в каком она была задумана, для восстановления израильской демократии и для восстановления баланса между тремя ведаями власти, потому что это главная цель этой реформы. У нас возникла ситуация, когда судебная система фактически вышла из повиновения и пытается навязывать политическую адженду, избираемой народом власти. И именно эту ситуацию и обязана приостановить эта реформа с тем, чтобы наконец-то навести порядок и с тем, чтобы избираемое народом правительство, а именно в этом заключается смысл демократии, представительской демократии, которой является Израиль, чтобы правительство могло реализовывать то, о чем оно обязалось перед своими избирателями. И сегодня, к сожалению, мы это не можем сделать. Мы видим, как любое решение правительства торпедируется юридическим советником правительства, как мгновенно подаются несколько апелляций в богатство, в так называемый этот высший суд справедливости, который не является ни высшим, ни судом, ни справедливости, потому что это орган, который не имеет под собой никакой юридической базы, не имеет никаких полномочий. И фактически себе их присвоил. И как причину для законов приводит логичность или нелогичность, имеет смысл или не имеет смысл. Я формулировку эту увидел. Это не имеет смысла. Когда я такую формулировку увидел, я немножко вздрогнул. Послушай, в чем проблема с этой системой, мы понимали. Твое видение, что не удастся договориться? К сожалению, я вижу, что они идут на то, чтобы сорвать все эти переговоры. И тогда нам придется проводить эту реформу, так как она была сделана. Придется, потому что мы действительно хотели им предоставить шанс договориться, мы хотели провести конструктивный диалог, но мы видим, как это не работает. И наоборот, когда, как только любое другое решение правительства, мгновенно объявляется точно такой же диктатурой, нарушением прав и так далее по списку, из этой методички, по которой они живут. И фактически речь идет о делегитимации их законно избранного. Абсолютно верно. Саботаж. Это называется саботаж. Миш, к сожалению, время наше заканчивается. Я хочу тебя поблагодарить. Огромное спасибо. Напоминаю, друзья, у нас в гостях сегодня. Спасибо тебе. Майор Цахала, архитектор, израильский политик и председатель форума «Израиль-2030», Михаил Убывиков. Мы еще обязательно встретимся достаточно быстро, потому что очень много вопросов, которые хотелось бы обсудить. Миша, огромное спасибо за то, что выделил для этого нашего для нас время. Всем удачи, всем обнимаем. Пока. Счастливого успеха. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.